дорогие друзья добрый день мы очень рады снова вас приветствовать на нашем канале который посвящен экологии и сегодня хотелось бы поговорить о такой актуальной тематике как расширенная ответственность производителей импортера предположу что наверняка многие из вас уже с этой темы в той или иной степени знакомы но сегодня хотелось бы посмотреть на нее под несколько другим углом не разбираться подробно о том как это устроено в россии а попробовать сделать некое сравнение посмотреть как это устроено у нас и как это устроено ближайшим зарубежья давайте попробуем разобраться в этом вообще что такое расширенная ответственность производителя или как ее коротко называют роб в двух словах суть концепции наверняка многим известны и заключается она в том что производитель или импортер товара который соответственно произвел или ввез продукцию на территорию страны обязан обеспечить ее утилизацию в конце ее женительного цикла в россии эта обязанность была законодательно введена в 2015 году но нужно сказать что вообще-то в мировом масштабе этой идеи гораздо больше лет впервые она была представлена в швеции в 1990 году таким известным деятелем томасом линквистом шведским экологом 2001 году организацию ср уже выпустила руководящие указания для правительств членов этой организации настоящее время эта концепция надо сказать реализована практически во всех развитых экономиках мира и цели у этой концепции они у всех приблизительно одинаковые во первых и наверное в главных это реализация справедливого принципа загрязнитель платит кроме того это предотвращение формирования новых отходов и создание замкнутого жизненного цикла продукции конечно же это производство легко перерабатываемой продукции и в целом увеличение ее срока службы ну и конечно же это запуск и развитие вторичной переработки что касается объектов роб здесь большинстве стран это приблизительно одна и та же продукция конечно же сюда входит электрическое и электротехническое оборудование например батарейки аккумуляторы всем нам известны конечно же это упаковка как наверняка многим известно упаковка вообще составляет половину проблемы мусора в мировом масштабе а поэтому упаковка это первое и главное о чем думает правительство когда возникает вопрос о том кто отвечает за мусор кроме того к объектам роб относят конечно же бытовые химикаты автомобили запчасти масла к ним также относят офисные принадлежности ковры и медицинские препараты типов ответственности производителя импортера существует много разных но в целом их можно отнести к одному из четырех типов который так или иначе реализован большинстве стран мира первый тип можно условно назвать простой финансовой ответственностью он предполагает что производитель импортер отвечает только за финансирование мероприятий по сборке и утилизации мусора так например великобритании существуют так называемые packaging recovery notes которые продаются с тем чтобы получить финансирование на реализацию соответствующих мероприятий ко второму типу ответственности условно можно отнести финансовую ответственность по договорам с муниципалитетами она предполагает что производитель импортер заключает договор с местными органами власти и платит им за услугу по сбору и утилизации определенной продукции и на этом заканчивается его обязательство в рамках роб кроме того существует и более серьезный тип ответственности производителя импортера который предполагает что частично организационную ответственность пороб несет производитель а частично муниципалитет но при этом все это финансируется исключительно производителем так например за сбор бытового мусора отвечают муниципалитеты а переработка извлечения полезных свойств из отходов уже лежит на плечах производителя но такой подход например реализован бельгии и четвертым подходом самым суровым по отношению к производителю импортеру можно назвать подход согласно которому производитель импортер несет полную ответственность как финансовую так и организационную за произведенные продукты так например во франции производитель электронного оборудования отвечает полностью за сбор и переработку произведенные импродукции для этого производитель может обращаться к профессиональным подрядчикам или иметь частную инфраструктуру которая позволяет собирать и перерабатывать отходы например это относится к упаковке товара в германии как я уже упоминала в некоторых странах и в частности в ес концепция расширенной ответственности производитель реализуется уже более 30 лет однако несмотря на такой длительный срок организовать отлаженный механизм реализации расширенной ответственности производителя импортера удалось не везде и не всегда в европе большое количество проблем в настоящее время связано именно с тем что никак не удается реализовать этот подход и обусловлено это несколькими вещами большинстве стран ес существует механизм коллективной ответственности это означает что существует системный оператор роб и существует производители которые отвечают только за его финансирование а системный оператор отвечает за конечный результат поэтому мотивация конкретного производителя например использовать более экологичную упаковку отсутствует а производители которые используют не экологичную упаковку прячутся за спинами тех кто использует более экологичную упаковку в конце концов за конечный результат отвечает оператор. Еще одной проблемой является то, что в течение десятилетий после введения РОП в странах ЕС по-прежнему продолжает использоваться трудноперерабатываемая упаковка. Так, например, одноразовая пластиковая продукция была запрещена к производству и использованию в ЕС лишь в 2021 году. До этого она свободно производилась, и соответствующая директива была имплементирована уже в нескольких странах, но не во всех. В частности, Германия уже перенесла эту директиву в свое национальное законодательство. Однако здесь возникает другая проблема. Несмотря на такой запрет, ведь производителям все равно требуется куда-то упаковывать свой товар, и очень многие планируют или уже пошли по пути использования композитной бумажной упаковки. Но здесь возникает вопрос. Бумажная упаковка и композитная бумажная упаковка не всегда могут перерабатываться на одних мощностях. И это тоже проблема, решение которого пока не найдено. Еще одной проблемой является то, что в Европе практически нет дифференциации ставок платежей в зависимости от того, насколько трудноперерабатываемую упаковку, тот же вспененный полистирол, вы производите. Фактически разные производители, тот, который производит более экологичную и менее экологичную упаковку, платят одну и ту же ставку. Поэтому мотивации конкретного производителя упаковывать свой продукт в более экологичную упаковку нет, поскольку, как я уже сказала, производитель, который производит плохую упаковку, и тот, который производит хорошую упаковку, платит совершенно одинаково. Конечно, это встречается не везде. В качестве позитивного примера можно привезти в Францию. Там, в зависимости от того, насколько экологична ваша упаковка, скидка на соответствующий тариф может достигать 100%. Еще одна проблема – это невозможность контролировать большое количество производителей товаров в упаковке. Эта проблема обсуждается широко и в нашей стране, и продиктуана вот как и проблемой. В ситуации, когда товар производится в упаковке, существует альтернатива. За упаковку может отвечать производитель этого товара или производитель самой упаковки. Как правило, в большинстве стран ЕС реализован принцип, согласно которому за товар в упаковке отвечает производитель товара. Этот же принцип реализованный в нашей стране. Но здесь большинство стран сталкиваются со следующей проблемой. Производителей товаров в упаковке очень много. Производителей в упаковке гораздо меньше. Например, по некоторым данным, в России производителей товаров в упаковке около 4 миллионов, а производителей упаковки около 4 тысяч. Поэтому администрирование платежей от одних и от других требует совершенно разных трудозатрат со стран и государства. И, конечно же, будет иметь разную степень эффективности. Например, в Германии наблюдается довольно большое для страны, которая уже 30 лет реализует эту концепцию, количество компаний, которые просто уклоняются от исполнения своих обязательств в рамках РОП. По некоторым данным, их не менее 25%. И поэтому правительство Германии сталкивается с большими трудностями в этом отношении. И даже были некоторое время назад введены крупные штрафы за такое уклонение. В некоторых случаях они могут достигать 200 тысяч евро. Однако это не повышает эффективность системы, к большому сожалению. Еще одной проблемой является злоупотребление со стороны операторов РОП. Зачастую их может быть и несколько. В различных странах ЕС это реализовано по-разному. Но в конце концов они монополизируют рынок и могут устанавливать завышенные ставки. И это тоже проблема, с которой столкнулись правительства стран ЕС. Такая проблема характерна, например, для Германии. В Германии в настоящее время существует аж 9 системных операторов РОП. И правительство пошло по этому пути в 2003 году. До 2003 года в Германии существовал единый оператор. Но поскольку это не вполне отвечало принципам конкуренции, было принято решение, что такое положение на рынке не вполне нормально и необходимо допустить ему и других операторов. Но, к сожалению, это привело только к одному, к тому, что фактически эти 9 операторов они приобрели определенную власть и определенные положения на рынке и объединились фактически в картель. И сейчас возникают вопросы к их монопольному положению, просто уже не индивидуальному, как это было с единым оператором, а коллективному. Еще одна проблема, любопытная и характерная для Германии, например, заключается в том, что Германия активно экспортирует пластиковые отходы в другие страны. Если вы думали, что это усилие по переработке, нет, вы ошибаетесь. До 2018 года Китай очень активно завозил к себе чужие пластиковые отходы. Правда, в 2018 году был введен запрет в Китае уже на такой импорт. Поэтому с тех пор даже Германия вынуждена была переориентировать свои экспортные потоки на другие страны и в настоящее время пытается экспортировать их в Индонезию, в Турцию и в другие страны, что, конечно, в рамках общей концепции борьбы с мусором, общим мировым, наверное, не является хорошим выходом. К слову, какие изменения обсуждаются сейчас в настоящее время для того, чтобы преодолеть эти проблемы в Германии? Первое, обсуждается упразднение 9 операторов и переход опять, снова возвращение к идее единого оператора. И второе, обсуждается вопрос о том, что необходимо переложить ответственность с производителей товаров в упаковке на производителей упаковки, как я говорила, потому что администрирование таких производителей, это совершенно другая по сложности задача, и она может быть реализована. Скажу два слова о том, как РОП реализована непосредственно у наших соседей в Казахстане и Белоруссии. В Казахстане эта законодательная база введена в 2016 году. У них всегда существовал единый оператор. До 2022 года это была компания ТОО «Оператор РОП», но после выявления масштабных хищений в 2021 году ее место заняла государственная компания «Аожа Салдаму». Что касается тех нововведений, которые уже реализованы в Казахстане, из такого позитивного и того, что, как кажется, можно было бы позаимствовать, мы и планируемся позаимствовать для реализации у нас в России, насколько мы понимаем. В Казахстане создана единая цифровая электронная площадка «Эко-колда и бизнес», которая объединяет все этапы обращения с вторсырьем и всех участников этого процесса. Кроме того, в Казахстане реализована и мотивационная система. Так, предприятие Казахстана имеет возможность получить субсидии за каждый килограмм пластика, который отправлен на переработку. Эти замечательные идеи, например, создание единой цифровой площадки и введение мотивационной составляющей, конечно, показали свою высокую эффективность. Как мы понимаем, у нашего правительства тоже есть идея о том, чтобы сделать единую цифровую площадку, подобную Казахстану, что весьма разумно, ну и, безусловно, предусмотреть некую мотивационную составляющую для предприятий. Хочется вспомнить Белоруссию. Вообще, как это может показаться удивительным, в Беларуси первые шаги по внедрению РОП были сделаны еще в 2002 году. А в Беларуси, как и в России, существует два базовых сценария реализации этой обязанности. Заключение договора с оператором или самостоятельная утилизация. В основном, конечно же, предприятие пользуется первым вариантом. В Беларуси существует единый оператор. Это государственное учреждение, оператор вторичных материальных ресурсов. Любопытно, что в Беларуси уже давно ответственность за товар в упаковке возложена на производителя упаковки. И, ровно как это происходит сейчас в России, производители упаковки очень переживали, и бизнес очень переживал за то, что это существенно повысит себестоимость продукции и сделает ее труднодоступной для конечного потребителя, или же просто убьет упаковочный бизнес. Поскольку оказалось, что себестоимость продукции в результате введения этой концепции увеличилась всего на 1%, оно прошло незамеченным и не повлекло волну банкротства упаковщиков, как предполагали и за что беспокоились представители бизнеса. В настоящее время в Беларуси за счет средств РОП сформирована структура сбора и переработки коммунальных бытовых отходов. В Беларуси также действует механизм компенсации затрат сборщиков и заготовителей вторичного сырья. Что касается РОП в России? В России эта концепция введена впервые в 2015 году. У нас, как и во многих других странах, существует два концептуальных способа реализации этой обязанности, либо это самостоятельная утилизация в своей инфраструктуре с помощью профессиональных подрядчиков или с помощью ассоциаций, и это уплата экологического сбора в бюджет. Но с 2015 года к введенному в тот момент законодательному регулированию накопилось достаточно много претензий. Как озвучивал вице-премьер Виктория Абрамченко, за это время в стране не появились массово мощности по переработке отходов. Население фактически оплачивает утилизацию отходов, а производители и имбортеры не заинтересованы в том, чтобы использовать в производстве более экологичные материалы. Поэтому 28 декабря 2020 года была утверждена концепция по совершенствованию института РОП. Эта концепция предполагала реализацию нескольких важных принципов. Создание системы целевых показателей утилизации по группам отходов. Определение федерального органа или организации, ответственного за реализацию концепции РОП. Определить в качестве способа исполнения обязательств по РОП только самостоятельную утилизацию или уплату экологического сбора, а ассоциации от выполнения этой обязанности устранить. Разработать механизм определения и подтверждения факта исполнения обязанности по утилизации со стороны производителя или имбортера. Актуализировать перечень товаров и упаковки, подлежащей утилизации. И в частности, это та проблема, о которой я говорила немного раньше, конкретизировать и детализировать перечень упаковки. Предлагается также постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учетом переходного периода не менее чем на 10% ежегодно, за исключением упаковки, в отношении которой сразу вводится 100% норматив утилизации. Отдать приоритет самостоятельной утилизации. Экологический же сбор, если предприятие решило его платить, рассчитывать исходя из двойного норматива утилизации. Дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от того, насколько трудноперерабатываемой является упаковка или товар. Сформировать единую информационную систему, некую цифровую площадку, оператором которой будет являться российский экологический оператор и который будет объединять всех участников системы РОП. Надо отметить, что в Куздуме в настоящее время находится только один законопроект, который поступил на рассмотрение Думы после принятия этой концепции. Он пока не дошел еще до первого чтения. Он предполагает из всего выше приведенного перечня пока только введение 100% норматива утилизации упаковки. С момента принятия концепции правительство разрабатывало в диалоге с бизнесом целый ряд различных законопроектов. Из последнего, насколько стало известно из открытых источников, с мая 2022 года правительство разрабатывает новый законопроект, который вносит изменения в закон об отходах, и который предполагает следующее. Полностью перенести ответственность за упаковку с производителей товаров упаковки на производителей самой упаковки. Ввести 100% норматив утилизации по упаковке с 2025 года. Полностью исключить из механизма РОП ассоциации. И, кроме того, сделать экологический сбор целевым, как говорят, окрашенным, для того, чтобы впоследствии он был направлен исключительно на цели утилизации. Коллеги, мы посмотрим, чем закончатся и будут реализованы эти законодательные инициативы или нет. Будем наблюдать. Понятно, что тема расширенной ответственности производителя, она очень разнообразная, она очень сложная. Пожалуйста, если она вам интересна, оставляйте комментарии. Я постараюсь рассказать об аспектах, которые вас интересуют, более детально. Пишите в комментариях, как вы считаете, все-таки, кто должен отвечать за мусор? Производитель или государство? И какой, с вашей точки зрения, самый разумный механизм регулирования этого вопроса? Большое спасибо. На этом все. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!